Так, друзья, всем привет! Добро пожаловать на техно-блог гаджеты ремонта и обзора распаковки. В этом видео мы говорим о комиссиях, введенных буквально на днях. У нас сейчас 6 месяц 22 года. Конкретно речь про платежи с YouTube для блогеров. Все, кто сталкивается, все, кто получает платежи, наверное, сейчас тоже будут озадачены тем, что все платежи по новым правилам будут уходить в комиссии. Что с этим делать, как обойти эти ограничения, мы с вами говорим в этом видео. Сразу после заставки. Погнали! Итак, по нововведениям у нас все платежи до 200 долларов будут уходить в комиссию, потому что теперь новой комиссией на свист платежи в России, то есть 3%, но не менее 200 долларов. С YouTube чаще всего вводятся суммы от 100 долларов. Если у вас, например, минимальные какие-то платежи, то вы будете автоматически терять все эти платежи просто на уплату этих самых комиссий. Вот, как решить эту проблему? Как не оплачивать эти комиссии этому государству? Значит, остаются три вида платежа. Это вот свист платежи, которые нам сейчас обрубили фактически. Устаревший вариант оплаты посредством чека платежного. В принципе, рабочий, но такой самый архаичный и самый как бы неудобный, наверное. И третий вид платежа, если зайти в AdSense и посмотреть, там есть платеж через платежную систему Rapido. Rapido это такая система, которая как раз сориентирована только на принятие платежей от AdSense. Соответственно, так как они не являются кошельком, платежным средством, они специально зарегистрировались таким образом, что их система, она не представляет из себя больше электронный кошелек, не подпадает под такие ограничения и соответствующие комиссии. Тем самым, она нам на данный момент наиболее и подходит. Регистрация достаточно простая, там потребуются, конечно, паспортные ваши данные, идентификационные данные, нужно будет придумать пароль. После регистрации в системе вы получите смс-код, утверждение его, подтвердите. Но после регистрации в системе еще потребуется создать платежный шаблон. При создании платежного шаблона генерируется код платежного шаблона, который необходимо будет в системе AdSense обязательно указать. То есть вы добавляете в систему AdSense, первоначально вводя правильный аккаунт, заходите туда, указываете новый вид платежа, это система Rapid, указываете, он спросит два раза, код платежной системы, ваши FIO. После этого можно назначить данный вид платежа платежом по умолчанию, то есть основным. И у вас все платежи будут направляться на эту систему Rapid. После поступления денег, соответственно, уже можно там разбираться с дальнейшим выводом. Единственное, потребуется, конечно же, конвертация. На конвертации небольшие денежные потери, как я понимаю, присутствуют. Но как минимум это не 3%, но не менее 200 долларов. Это какие-то не очень большие деньги. И тем самым вы перестанете терять деньги. Потому что многие блогеры уже успели с этим столкнуться. Очередные платежи к ним пришли, полностью ввалились все в оплату комиссии драконской. Все, на этом я заканчиваю. Любые комментарии, если я что-то ошибся в недвухом комментариях, также поправьте меня. Если что-то забыл сказать, дополните. В любом случае, не нужно терять деньги таким образом. Давайте хоть как-то, хоть что-то обходить, решать проблему. Все, всем желаю оставаться на связи. Не падать духом. Как говорится, миру мир. Всем удачи, пока. Субтитры подогнал «Симон»